С поэмой, великолепной поэмой Осипа Упина, который в 1924 году написал «Повесть Рыжи Мотли, Равиница и Комиссари Буро». Вот кусочки этой поэмы, так сказать, скомпоновала, я что-то хотела познакомить. Поэма очень большая, но я сделала выборку. «Еврейское счастье». По-разному счастье курица, по-разному и у разных мест. Вот Мотли мечтает о курице, а инспектор курицу ест. Счастье на игрива, что и воин. Вот Мотли любит Риву, а его отец Равин. А Равин говорит часто и всегда в одном. Ей нужно большое счастье и большой дом. Так мало, что сердце воет, воет, как паровоз. Ведь если у Мотлили все, что большое, так это только нос. Так что же, прикажите плакать. Но нет, так нет. И он ставит за платы на брюки и наживет. А вот этот день был таким новым. Молодым, как заря. В этот день тогда в Тишиневе пели не про царя. Редкое, мудрое слово сказал сапожник Илья. Мотли, тут ни при чем не Бог, а при чем ты и дам. И дни затраторили, как торговка мед. И евреи спорили, да или нет. Так узнали многие трудные слова. Стала синагогою любая голова. Прошло мало. В нынешнем только вой иной. Нет, инспектор вырежет. Да, сказал партнер. А мы на базаре волнуемся. И вам улицы весь ряд. На вокзал по улице прошел отряд. И не к этому довод. Но главное, чтобы он сдох. В отряде с погиндовидом мать-то плохо. Идет по главной улице как генерал на параде. И нет, на базаре волнуется и волнуется весь ряд. Каждому, слава Богу, каким аршинам не видит особая дорога, особая дверь. И так себе понемногу в слякоть и снег идут особой дорогой люди весь век. Радостный путь немногим, не с тем, как компот. И миром, а многие другие, наоборот. Вот много дорог, много. Столько же, сколько глаз. И от нас до Бога, как от Бога до нас. И куда не торопятся эти странные часы. Ша, как сердце в них колочется. Ой, как косы-хосы, ша, ша. За вами не конница. Так немножечко назад. На часы вперед, там конница. Все летят, летят, летят. В синагоге, шум, гам, шум, гам, шум. Все евреи по углам, ша, шум, гвалт. Выступает рэп-а-брун в синагоге, гам, шум, гвалт. Рэп-а-брун сказал, боже, евреи сказали, да-да. Рэп-а-брун сказал, дожили, евреи сказали, да. Аравин пробил, сидел и охнул, тихо, скромно. А потом сказал, плохо. Сказал и вспомнил, плохо. Лебедю летом, осенью снится зелень озерных. Лебедю в осень снится зелень озерных мест. Тот, кто попробовал птицы, мясо не очень ест. Мудрый Равин Исаия, так мудр, так мудр. Он почти наизусть знает, почти весь стал мудр. Но выглядит все-таки плохо. Рыбщукой намели. Мне комиссару плохо. Его провели. Надо куда-то деться. В черном написании. Да вас небольшое деться, говоришь комиссар. У каждого еврея должны дочери быть. И каждому еврею надо своих дочерей скорее сбыть. Сбыть. Вы, мужчина, красивее. Скажете, взять как взять. Почему бы вам не взять? Отцу хвалить не годится. Но другим не в укор. Моя девица, девица до сих пор. Белая, белая сажется. Майский мороз. Родину же кажется, что плохо, короче нос. Что значит хочет человек? Как будто дело в человеке. Мы все как будто целый век мечтаем. Желали золотые реки. Все жертвы сапы, так сказать. А получается иначе. И если хочешь похотать, то непременно плачешь. Но дайте жизнь. Иной век. Новый век. Иные. Но и дайте жизни. Новый век. Иной утюг. Иная крыша. И будет тот же человек. Вам будет на голову выше. Золото. Хуже меди, если рукам верить. И мотали не уедет. Даже в Америку. Не знеет. Не зря шагалом. Недаром. Ногу. С тревожным веком. И пусть он не комиссаром. Достаточно. Чем на веком. Милая. Славная Родина. Свободная Родина. Сколько с ней было пройдено. И будет еще пройдено. Спасибо. Как смогла. Спасибо.